всем привет с вами стил и я приветствую вас в 4 серии 3 сезона который мы наконец-то продолжим точнее закончим капот или винил на капоте нашей audi вернемся в house домой на базу сменимся на машину да вот этот автомобиль но перед тем как я перейду на него я перейду все-таки на другой из на вот эту версию audi так как она у нас черная мне нужно проверить цвета на ней и все-таки сделать нормально по цветовой гамме не те цвета конечно согласен вот здесь на за элемент не ну судя по тому что я не вижу еще точек внизу который определяет границы элемента у нас где-то вообще выходит за предел автомобиля что они правильно но мы делаем немножко иначе я запишу цвета на листочке что потом их вспомнить я вот тут немножко выключат видео чтобы заря время не тратить переписал все цвета себе на бумажку как я уже сказал раньше сейчас я буду выравнивать цвета на другой нашей audi хочу напомнить что я не показываю из чего состоит винил а то как он действительно все рисовался то есть полностью вся в общем весь прогресс вся составляющий рисование самого винил а они конкретно его детали при помощи удаления а потом возврата элементов и когда сейчас сверял цвета я кое-что наконец-то увидел и понял почему меня вот эти полосы маленькие и приближены они максимально близко и сейчас я этот косяк исправлю и Итак, начинаю выбирать правильные цвета. Продолжение следует... 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 Сделаем его снова, но уже при помощи клавиш... Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Предыдущую Audi DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok 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 Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры DimaTorzok DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok ну давайте оставим все таки так так мне больше так нравится и мне удалось выровнять его теперь его зеркалим давайте сохранимся на данный момент и проверим наш результат с оригинальным вариантом так мы его их и модификация мне уже машин сменить давайте проверим но в принципе там принципе сошлось с ответом каша же почти теперь давайте зайдем к ци снова магазин винила и наконец-то выберем ему необходимый нам цвет цвет это же цвет вот этих скажем так нарезки 69 70 80 ну хоть этот цвет совпадет с оригиналом ирана радовался не совпадет чуть-чуть но не совпадет разница все таки будет вот он наш цвет ну примерно как то так так вот он родимый вот такой вот капотик теперь перейдем в а куда перейти то надо мне здесь вот точно не может быть тут вот иконки всякие разные и это тоже не то есть нету а вот она она а теперь кажется вспомнил почему же я применил все таки с прямоугольник чтобы было видно четко ты тут вот этот самый винил так что было не был сильно большим но был аккуратно при этом повернем его на 90 градусов да шо ж ты не поворачиваешься то ладно доведем при помощи кнопок так теперь вот 90 сейчас подгоним еще чуток чтобы идеально было теперь давайте его чуть-чуть увеличим не то это клавиш так примерно теперь давайте его передвигать вот у нас виден то чертов квадрат упс а где он ты где винил и сюда вот зараза ладно сделаем новый что-то я походу заблуждался ну-ка секундочку мы сейчас так оставим надо проверить еще раз этот по-моему он должен быть золот цвета вот этой штуки в общем является как бы продолжением но никак не черно потому что иначе винил не встает это даже мне интересно надо бы проверить здесь она что-то да не так сейчас мы удалим просто-напросто и посмотрим его цвет потому что вот здесь вот я не подносить не что-то я не то сказал вам дело в том что здесь немножко по-другому я-то думал что у меня здесь просвет небольшой есть между буквами и полосками но он действительно есть но между нарезкой и буквами но никак не между прямоугольниками все все теперь я вспомнил теперь я понял чё к чему я скажем так заблуждался ну ладно возвращаемся к нашу ауди и продолжаем дорисовывать винил поворачиваем его еще раз на 90 градусов чтобы все было видно приблизимся чуток подгоним его по размерам сейчас будем его поворачивать чтобы правденько было вот примерно наверно так все таки теперь при помощи увеличения делаем его блин я в клапках уже запутался все время делаю что-то да не то и у меня по-моему там он все таки не доходит до но это мы потом проверим надо сначала закончить с этим винилом не но я сразу так сделать не мог никак чтоб не мучиться так перемещаем его вниз вот примерно так давайте сейчас сравнимся с версией оригинала посмотрим что у меня там да у меня не доходит и они мелкие маленькие но зато на всю широту и долготу ну это да ну я я типа Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Давайте-ка мы восстановим нашу память при помощи простейшего варианта, который применяют все создатели винилов и показывают их на ютюбе. Своих видео. Сейчас я применю тот же способ, чтобы самому для себя же показать, что я там делал. Да, вот такой она когда-то была. Был щит. Вот они, размеры, это херни. Прошу прощения за выражение такое нехорошее. Дальше я затемнел. Что-то я не понял сейчас. А, всё, теперь понял. Чё? И как почём? Теперь уже видно, что и как почём. Вот они стояли в полоске. Причём очень широкие. А заканчиваются они аж чёрти знает где у меня. А это зачем? Видимо, я ещё что-то здесь применял. Но, к сожалению, я не могу вспомнить, что это было. Вот эти буквы создавались немножко в другом порядке, чем показано было сейчас. Вот она, боковушка у нас. Я извиняюсь, что так быстро. Просто, чтобы не тратить время зря. Мы возвращаемся к нашей. И, скажем так, начинаем её снова лечить. Где тут уминет? Надо сделать ещё один квадрат. Мы его возьмём в формах. Но зальём его дополнительно нашим цветом. Вот этим цветом, чтобы появились наконец-то вот эти буквы, чтобы он стал как ему и положено. И, кроме того, я подправлю ещё форму вот этой штуки. Вот так вот, ставим её. Делаем чуть-чуть побыстрее. Я вот сделаю вот такой вот тоненькой, чтобы он, по-моему, ну, в общем, был в край. Но не до конца. Перемещаем наш винил пониже и под буквы. И, по-моему, вот под... Непонятно, что там ещё было. Но пока что давайте под буквы и посмотрим, что получится. Выбираем ему наш цвет необходимый. А какой там у нас цвет-то был? Нет, что это светит, значит, 51 выбираем. Вот примерно так. Вот теперь вроде как получилось. Возвращаемся в перемещение и подгоняем его. Да. По расписанию. Ну вот у нас получился капот фактический. Какая-то я не то опять делаю, не так клавиши. Опять не то. Так, теперь давайте подровняем надпись, чтобы она была более-менее или ровная у нас. И вот примерно так. И получается. Нажимаем настройка закончена. И с капотом мы вроде бы как наконец-то закончили. и он стал полноценным. И в цвет. Все цвета я напишу в описании. Возможно, даже будет в примечаниях. К видео. Давайте посмотрим, что мы ещё не сделали. на чистой версии с капотом. Согласен. Не совсем оригинал, как хотелось бы. О, это Сильвея. Здесь немножко пошире. Но мы сделали чуть-чуть поуже. В принципе, похоже. Почти. Но можно сделать, конечно, и пошире. Давайте ещё сделаем цвет чёрный. Выбираем чёрный цвет. Настройка закончена. Сохранить. Сойдём в магазин запчастей. Я вроде ставил этап 3, чтобы не прыгать. Но, судя по всему, он не встал. Да, действительно, его здесь почему-то нет. Низкая подвеска. Этап 3. У меня их тут много. Мне не жалко. Установка пройдена. Настройка закончена. Думаю, сейчас уже не будет заметен такой сильный прыжок. Вот, как видите, наконец-то прыжка сильного нет. И финил сделан. К несчастью, на этот раз у нас получились цвета чуть темнее, чем на первом варианте. Но я не смог их подобрать. Ну, оригинальные цвета будут написаны. В описании, как я сказал, ещё раз повторюсь. О, не та. Ну, что ж. Мы сравнили, в принципе, идеологично. И, по-моему, мы ничего же не забыли, да? Да, капот мы с вами сделали полностью. Кликаем отмена. Снова модификации. Снова перекрашиваем в любой другой цвет. Может, даже в белый. То есть, давайте посмотрим на сочетание цветов. В разных оттенках. То есть, он, в принципе, как вы можете наблюдать, подходит к большинству цветов. То есть, вот оно. Я просто продаю вас с средним цветом, чтобы вы смогли это увидеть. Какой бы цвет ни был, финил, в принципе, достаточно хорошо смотрится при любом цвете. Ну, мы выбрали красный. Что-то не тот красный, по-моему, был. Надо что-то потемнее поставить. Чтобы не так выделялось. Да. То есть. Вот такой вот красный мы выбрали. И мы его оставляем. Ну, что ж, друзья. Я вас поздравляю. Мы с вами закончили капот. Ну, а на этом я заканчиваю свое видео. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Всем пока. Увидимся в следующих сериях. Субтитры сделал DimaTorzok